Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Я продолжаю распаковку своей посылочки из парфюмерного магазина Рандеву. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, я уже, как говорится, показывала вам, что я распаковываю посылочку, которая приехала мне не так давно. И я уже ароматики распаковала. И что вы думаете, за аромат ко мне приехал? Та-дам! У меня это аромат от Монталь. Я последнее время вам уже все уши прожужжала, что мне стали нравиться ароматы Монталь. Или со мной что-то произошло, или ароматы как-то по-другому пересобрали, переформулировали. Но я стала влюбляться во многие композиции, и этот ароматик не исключение. Это не слепая покупочка. И этот аромат у меня называется Crystal Flower. Что вам могу сказать по поводу аромата? В аромате немного нот. В аромате роза, мускус, ландыш, амбра и мандарин. Я с этим ароматиком знакома. Я его тестировала в магазине. И я вам скажу, это прекрасная розочка. Да, на старте может показаться, что это моноаромат розного масла, но нет. Ой, он потом разыгрывается, он потом усаживается такой розовой, нежной розочкой. Мускус здесь не затмевает всю композицию. Здесь и сладость присутствует, и легкий такой цитрусовый аккорд, который не дает этой розе быть какой-то слепательной. Он такой нежный, вы знаете, я бы даже назвала, что этот аромат в направлении роза Галор от Ататар Коллекшн. Ой, какая я довольная. Я тестировала его в магазине, пришла с ним. Это просто... Он потом становится такой, вы знаете, даже немножко уходовый. Такой милый, такой он женственный, такой он притягательный. Это красивый аромат розы. Многие скажут, вот манталевская роза, нет, дорогие мои. Здесь эта розочка звучит именно чем-то меня относит к розе Галор. Это прелестная роза. Да, мускус здесь ощутим, но он не свербит. Мне кажется, этот аромат даже немножко легче. Самого, как говорится, крутого розного аромата от Мантали, этот роза смаз. Здесь мускус на вторых ролях. Здесь в основном вот эта легкая, женственная розочка. Она как будто бы в России. Ой, как это красиво, как это здорово. Мне кажется, многим этот аромат зайдет. Вот если вы еще не тестировали, попробуйте, попробуйте эту розочку. Всем любителям роз, любителям роза Галор. Этот аромат посвящается. Я его взяла в формате тестера. Ну, приезжает в обычные вот такой вот коробочки. Ну, это и не важно. То есть здесь просто-напросто стоппер, скажем так, уже в пульвик вделан. Да, то есть если у нас, как говорится, не тестерная версия, а стоппер вытаскивается, то здесь он сделан. Мне даже вот это вот, как говорится, такая версия более удобная. Стопперы у меня постоянно где-то в шкафу падают, болтаются. Я все время с ними чего-то как-то страдаю и мучаюсь. То есть тестерная версия мне, ой, это прелесть, дорогие мои. Это, ой, какой он нежный, какой он ласковый, какой-то он такой пушистый, обнимающий, такой, ну, нежнятина, нежнятина. Вот правда, он не выносит мозги, он не вышибает с ноги, но при этом стойкий и громкий, и шлейфовый. Прелесть, прелестная. Нашла его просто по прекрасной цене, по-моему, там я попала в какие-то там черные пятницы, а плюс, естественно, мой промокодик на 10%, мелочь, но приятная скидочка. Можно рассчитаться, если денежек нет, в рассрочку за 4 раза. Просто кайф. Дорогие мои, я пошла по манталям. Пошла по манталям. Ребят, что-то вот как зацепит, зацепит, надо все собрать. Но, и сюда же я вам хочу показать еще один аромат от манталь, который я купила вслепую. Тоже розовый флакончик, и парфюм называется розы эликсир. Здесь у меня уже не тестерная версия. Вот этот вот стоппер, я говорю, он болтается, они постоянно почему-то у меня вываливаются, падают в шкафчике. Что могу сказать по поводу этого аромата? Здесь все посложнее. Здесь пирамидка большая. Но, зачитаю вам пирамиду. Роза, клубника, лист клубники, амбра, мускус, цитрус, пачули, танжерин, жасмин, африканский апельсиновый цвет и ваниль. Я, ребят, тоже клубничку люблю, сладенькое, вкусненькое, все люблю. Из-за этой ноты клубники я его и схватила вслепую. Вслепую схватила, читала, конечно, отзывы на фрагрантике. Многие писали, что многим он не нравится. Думаю, ну что же, по нотам вроде все классно, все здорово, чем-то может не нравиться. Не тут-то было. Клубничка-то клубничкой, розочка-розочкой. Но здесь вот присутствует какая-то вот эта нотка, может, это лист клубники. Вот он дает мне какой-то немного аптечный, скажем так, момент. Мне чудится здесь вообще календула. Вот знаете, вот этой календулой у меня вообще отнес к Энджел Шлессер, к аромату Эль. Я, когда его первый раз распылила, я что-то вообще была не в восторге. Я его отставила, думаю, ну что-то моя покупка вслепую. Какая-то выплывала вот эта горечь. То есть сначала вроде как клубничка. Клубничка такая тоже химозненькая довольно-таки. Какая-то мылковатая, скажем, как, знаете, клубничное мыло. Но дайте аромату шанс. Дайте парфюму постоять. Дайте парфюму одуматься. И красоту услышала здесь и я. Ушла эта горечь вот этого, скорее всего, листа. А вот эта злая какая-то зеленая нотка, которая вот мне она всвербила в носу. Вот она здесь мне казалась лишней. Но сейчас наоборот. Вот эта клубничность, розность, ванильность, она вот этой ноткой скрадывается. И не дает аромату стать каким-то таким сладким чересчур. Именно делает его немножко округлым. Сначала он мне показался каким-то угловатым. А сейчас я его чувствую совершенно по-другому. Всегда, дорогие мои, давайте ароматом шанс. Поэтому это еще один классный манталь. То есть, я говорю, у меня уже два вот таких вот флакончика в одинаковых цветах. Но совершенно разные по звучанию. Это нежность. Это женственность во флаконе. Это такая легкая какая-то уходовая тема. Здесь все более такое посложнее. Такой аромат более интересный для изучения. Более такой... У меня уже несколько раз, кстати говоря, спросили, в чем я, когда носила этот парфюм. Так что, дорогие мои, без затеста я не советую, конечно, роз эликсир. Но думаю, что Crystal Flower понравится многим. Протестируйте, подойдите к этим ароматикам. Можете заказать отливантики, как я заказываю тоже на рандеву. Много я пробую. Но вот она свой страх и риск схватила, как говорится, аромат вслепую. Но сначала пожалела, теперь я очень довольна, что он у меня в коллекции. Так что вот таких вот два красавчика прибыли в мою коллекцию. Коллекция Монталь разрастается. Чему я рада? Класс. Ну вот класс. Что один аромат, что второй. Они в разных совершенно... Ой, ну какая здесь пудровая розочка. Такая пудровая, нежная. Вот какая-то свежесть розы Galore. Потом это запудривается кремушком таким. Вы знаете, даже меня относит к Нарцисса Родригес аромат флауэр в туалетной воде. Ой, прелесть. Ой. И здесь вот эта горчинка с клубникой, с ванилью, тоже с розочкой. Мускусов нет, ребят. Это нетипичные ароматы для Монталь. Я не слышу здесь никаких таких нехороших, неприятных мускусов, которые я слышала в Монталь раньше. Что произошло со мной или с ароматами, ничего не пойму. Так что, дорогие мои, вот такая у меня, такие у меня обновочки, пополнение моего парфюмерного шкафчика, пополнение бренда Монталь, чему я очень-очень рада, чего и вам советую. Как говорится, всегда самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся скоро. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин